Привет моделисты и моделистки A.K. Crazy Russian город Санценати штат Огайо Помните разговор был о всяких детальках дополнительных ну и самому делать что-то ну вот пожалуйста очень интересная редкая вещь достаточно я решил вам показать так у меня еще есть другая камерка сейчас мы ее переставим side camera о красавица я попал в цвет в этот раз очень четко у меня здесь еще одна лампочка стоит и если вот Машка пробивает четко по цвету зеленый и флюровый наверху ну почти берет эта камера то тогда все четко значит такой оранжевый IC это роб продал кому-то роб мой партнер и кореш вот он как вихрь залетает сегодня он забрал какие-то вещи ну от старых заказов поехал в Глендейл где делается рейлфэн да и там на парковке он прям всем доставочку делает это уже традиционно делается много-много лет в общем он залетел и такой нужно упаковать я продал 160 баксов на пейпл я так хо-хо что это такое оказалось оказывается это кит сделанный называется write track я говорю окей сделать обзорчик он говорит нет проблем вот такая в общем история я сейчас небольшую критику наведу из моей шкалы где-то семерочка из десяти ну по сборке у меня шкала на все на инсталляции на мои на чужие такая приближающаяся ну почти хорошая семерочка во-первых я не знаю когда сейчас чуть-чуть критику наведу я не знаю когда это сделано было то есть когда покрашено и соответственно склеено может быть склеено покрашено через полгода всякое бывает то есть какой клей использовался значит это резин резин смола наборчик из смолы так это робо IC ICG или IC вот это вот лого здесь достаточно тяжелое хорошо но начинается сейчас огрехи я на другую камерку перейду пардон топ камера вот значит огрехи грунтовка не сделана потом щели вот здесь видны очень мощные под окнами вернее не под окнами а вот под кабиной этой здесь здесь ну это просто бросается в глаза на самом видном месте если была какая-то штука ну вот недолитое правильно ну литье это и прям четко выступает нужно было грунтовочкой может быть побоялись что уйдут эти как их не шпаклевки головки вот этих когда стыкуется ребят напишите как это пенс заклепки да я говорю могло бы быть гораздо получше здесь неплохо деталировка проделана везде в общем хорошие очень тонкие поручни перила здесь как вы видели на том другом виде хорошая вот эта штука такая резиновая не похоже что это киди каплер похоже но не похоже здесь что-то либо он очень древний эти киты я видел на ebay но на них уже на них не стоит лазерный код какой-то qr код или как там да тут этот лазерный код потому что их сделали ну в последнее время когда мы мы уже продавали с этими лазерными кодами то есть конец 90-х конец 90-х что-то в этом духе вот ну в общем нормально света нет и вот да внизу огрехи с покраской конечно мощные я вообще зачернил бы все и даже какой-то сделал ну как это называется weathering да сделал вот так посмотрите какая деталировка здесь тоже классная на просвет вот видите там шланги тяги резервуары бачки все это очень грамотно сделано не знаю паяли или каким образом вот это все подсоединено такое впечатление что но видно без грунтовки грунтовка бы могла бы эти все потому что я здесь уже под подклеил вот эту сторону стойку ну поручень да во первых сделано какой сей был тогда в те года потом или вообще чем клеили скорее всего сей потом грунтовка бы прихватила бы все и краска может быть два раза прихватила бы все в монолит и все равно было бы очень четко но тем не менее краска я не могу сказать что она там супер плохая супер неплохая но какой-то вот здесь есть от блески невозможно мне передать я на словах вот здесь какой-то странный либо когда ее перед сборкой либо окна закрывали каким-то да таме мне вот нравится кисточкой просто затираете и потом снимаете и все это остается маскинг или бы маскинг тейп декальки практически не видно но все равно покраска слишком чуть-чуть матовая для меня лично это опять ребят мое мнение некоторые люди прямо из коробки новую берут и за запыливают матовой краской вернее краской матовым лаком с нуля вот просто вот что это похоже она просто матовая состарить да состарить тогда особенно вот чуть-чуть не сильно снизу пардон снизу вот здесь все запылить так хорошо пыльцу поддать тем более там в канаду когда там дождей много там ржавчины гораздо больше на вагонах ну вот такая вот интересная вещь киты на ebay по-моему по 54 долларов да это еще раз повторюсь продали за 160 какие-то вопросы ребят еще есть я не знаю хорошая ли цена нехорошая но за 100 долларов можно атерн купить со светом ну может быть да нет деталировка тоже очень классная вот такая история rapido и по-моему tangent тоже имеет хороший у нас что-то есть нужно посмотреть и сделать обзорчик спасибо ребят за поддержку канала успехов и всего наилучшего давай